МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Ирины Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Ограничить работу общепита и вернуть пенсионеров на самоизоляцию. Оперштаб региона предлагает ужесточить ковидные ограничения. Заново притираемся. Первая сессия вновь избранных депутатов. Первая критика и первые решения. Как власки готовят питомцев к новым семьям? И чем занимаются дрессировщики в Барнаульском приюте животных? В России зафиксировали 27 550 заболевших коронавирусом за сутки. Это максимум с начала этого года. Роспотребнадзор Края рекомендует вновь ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом шла речь на заседании оперштаба. В частности, предлагается ограничить работу общепита. Для людей 65 плюс опять ввести самоизоляцию. А массовые мероприятия проводить не только с учетом наполняемости. В 50% зала новые условия могут быть еще жестче. Не больше 500 человек. Кроме того, участники заседания вновь затронули тему мотивации к вакцинированию, а также отстранения от работы при отказе от прививки. И к следующей теме. В Барнауле можно вызвать врача на дом с помощью мессенджера. Теперь и таким образом принимают заявки в 14-й городской поликлинике. Дело в том, что колл-центр учреждения ежедневно принимает около 400 тысяч звонков. Но операторы могут обработать только чуть больше половины из них. Теперь же, написав сообщение в поликлинику, на дом можно вызвать терапевта, педиатра, неотложную помощь или ковидную бригаду. В заявке надо указать личные данные, год рождения, адрес, этаж, наличие домофона и причину вызова. Также онлайн-формат позволит открыть больничный по контакту с заболевшим коронавирусом и оставить заявку на льготные лекарства. Не единогласно, но большинством голосов. Александр Романенко сегодня был вновь избран председателем Краевого законодательного собрания. Теперь уже восьмого созыва. 41 депутат проголосовал за него, 25 против. К слову, обсуждали кандидатов на пост депутаты весьма бурно. Подробности далее. Великолепная пятерка в новом, восьмом созыве, фракции не 4, а 5. Новички в ЭКЗС коммунисты России настроены решительно. Фирменный знак тому свидетельства об альянсах пока не говорят, видимо, рано. Мы на данный момент будем служить таким своеобразным маятником, мостом между партией Единая Россия, между партией КПРФ и выстраивать конструктивные отношения. Это хорошо, что в этом созыве у нас нет большинства. Это значит, что все будут друг друга не только слышать, но и слушать и находить компромиссные решения на благо жителей Алтайского края. В этом руководители фракции оказались солидарны еще до начала сессии. Мы готовы к конструктивному объяснению нашей позиции. Мы за развитие региона. Может быть, подлиннее будет проходить заседание фракции, заседание комитетов для того, чтобы найти простое большинство в решении вопросов, которые жизненно важны на территории. Да, сейчас мы будем находиться, как всегда, в конструктивном диалоге со всеми фракциями законодательства собрания, в том числе и на предмет нашей законотворческой деятельности. КПРФ в этом созыве приобрела. Ее ряды в АКЗС пополнились. Собственно, именно они предложили своего кандидата на должность председателя законодательного собрания. Оргкомитет будет предлагать кандидатуру Александра Алексеевича Романенко на должность руководителя парламента краевого. Мы будем предлагать свою кандидатуру Крафотина Юрия Борисовича. В прениях по вопросу избрания спикера депутаты не скупились и на критику, и на похвалу. Сергей Приб, к примеру, не только хвалил Александра Романенко как опытного политика, но и высказывался в отношении Крафотина. Цитируем, если избрать его на пост председателя, это как человеку, управляющему авто, дать управлять космическим кораблем. Соратники Крафотина тут же взяли слово. В Алтайском крае проблем тьма, когда я образование перечислил, здравоохранение и спорт нужно поднимать. Александр Алексеевич, у нас в Алтайе решение создает. И до сих пор эти проблемы в Алтайском крае стоят и не решены. Мне кажется, однозначно нужно принимать решение, что нужно что-то менять. Не обошлось и без ныне депутата Госдумы Марии Прусаковой. Слово она себе буквально выбила после долгих разборок с председательствующим Александром Лазаревым. Кандидатура предложена фракцией КПРФ абсолютно сегодня компетентна и уверяю вас, что законодательное собрание под его руководством только приобретет. То, что касается кандидатуры Александра Алексеевича Романенко, то здесь можно сказать следующее. Мы его знаем. Зайдем большого профессионала в политической жизни Алтайского края. Но есть определенные моменты. Человек, который может, если можно подавить силы, он подает. Я надеюсь, что мою, как бы скажем, такую критику вы не воспримите личную обиду, а воспримите все-таки как критику. По итогу Евгения Боровикова кандидатуру Романенко поддержала, как и еще 40 депутатов. 25 отдали голоса представителю КПРФ. Избранный спикер поблагодарил всех и обещал быть лояльнее. На вопрос, волнуется ли перед обсуждением бюджета края, ответил, что не волнуется уже давно. Другой вопрос, что вот ту категорию наших коллег, которые только пришли, нам надо быстренько их подготовить, быстренько обучить основным элементам бюджетного процесса, налогового законодательства. Я очень надеюсь, что мои коллеги-депутаты, я еще раз говорю, несмотря на политические интересы, все-таки примут документ тот, который нам нужен действительно для реализации наших задач. Добавлю, что реализовывать задачи спикеру КЗС будут помогать два вице-спикера. Единоросс Денис Голобородько и тот самый Юрий Кропотин из КПРФ. Татьяна Голубева, Вадим Быстрецкий. День с толком. Один из первых законопроектов, который рассмотрят краевые депутаты, будет касаться бюджета на 2022 год. Правительство, в свою очередь, документ уже одобрило. По словам министра финансов региона Данила Ситникова, поддержка бизнеса и семей с детьми помогает стабилизировать ситуацию в регионе. А если говорить по существу, общий объем доходов планируемого бюджета на следующий год – 134 миллиарда рублей, расходов – 140. Кстати, в следующем году планируют увеличить поступление налоговых и неналоговых доходов на 14%. И этот темп роста оценивают как высокий. В новом году обещают сохранить все виды социальных выплат и финансовые помощи, продолжить индексацию, продлить поддержку местных инициатив. Политическая ситуация меняется. Отмечают это и политологи, и общественники. В рамках круглого стола в сибирской медиагруппе они сверяли свои взгляды на архитектуру новой политической системы, которая начала выстраиваться после сентябрьских выборов. Люди голосуют за оппозицию, а голоса достаются в том числе «Единой России». Архитектуру новой политической системы уже прощупывают на Алтае. Прижив выборы, политологи, общественники, депутаты и представители исполнительной власти рассуждают, как будет дальше. Один из экспертов, Константин Лукин, уверен, на Алтае вернулась публичная политика. Парламент должен стать местом для дискуссий. Коллеги такую категоричность поддержали, возразив. Да, конечно, мы можем говорить, что лед тронулся, что действительно появилась пятая партия, что произошел слома монополии парламентской четверки. Но, с другой стороны, непонятно, повлечет ли это реальное переформатирование партийного пространства. Участники констатировали, в Краевом Заксобрании у «Единой России» появился сильный противник – КПРФ. Это значит, шанс что-то изменить для других фракций. Если оппозиционные партии, по крайней мере, три парламентские, давайте уж серьезно только их брать, смогут здесь договариваться, увидеть, скажем, свое партийное будущее и так далее, политическое в том, чтобы работать в оппозиционном поле, а не в поле «Единой России», тогда результат длинный. Эксперты оценили и саму политическую гонку, посчитав ее провальной и неэффективной. Молодому избирателю не по вкусу газеты, листовки и некорректные обещания партий. Не было никакого предложения для избирателя. Конечно, там комфортный город, забота, защита, уважение. Но если сравнить, допустим, с лозунгами коммунистов, вернем прежний пенсионный возраст, тут явное преимущество как раз в том, что действительно предъявляется какой-то реальный шаг, то есть что действительно мы готовы предложить избирателю. В этом плане кандидата «Единой России» очень сильно спасали. Сбудутся ли прогнозы, увидим уже скоро. Время ожидания – один год. Итогом станут муниципальные выборы в Барнауле, Рубцовске, Бийске, Новоалтайске, а также в Заринске. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае может появиться агробиотехнопарк. Планируется, что реализовывать проект будет Алтайский научный центр агробиотехнологии и классический вуз. Об этом в рамках выставки «Золотая осень» в Московской области договорились зампредседателя правительства края Александр Лукьянов и представитель Министерства науки страны Вугар Багиров. Кроме того, в рамках выставки прошла еще одна важная встреча. Речь идет о возобновлении работы алтайского бройлера после недавнего пожара. Подробности пока не сообщается. В администрации Барнаула прокомментировали ситуацию с домом на Смирнова-92. Его жильцы жалуются на то, что внезапно появившаяся многоэтажка по соседству перекрыла свет в их квартиры, особенно тех, чьи окна выходят только на 17-этажное здание. Когда люди покупали квартиры, рядом компания «Сиада» строила четырехэтажный дом. В мэрии пояснили, что на момент подачи заявления на строительство проектам действительно было предусмотрено всего четыре этажа. Но проектными решениями предусматривалось изменение параметров объекта, в том числе и увеличение этажности. Также нас заверили, что у городского комитета не было причины отказать в строительстве 17-этажки, так как проект соответствует градостроительному плану, всем регламентам и, что нас особенно интересует, требованиям САМПИН, в частности, по уровню инсоляции. Уверена, что жители дома, которые поневоле оказались в темноте и в каменных джунглях, такой ответ не устроят. Поэтому в мэрии сразу напомнили о праве жителей обратиться в суд за защитой своих интересов. И к другой теме. В приюте «Ласка» совсем скоро появится зал и уличные секции для дрессировки бездомных собак. При этом приезжать и заниматься с хвостатыми сможет любой желающий. Какие еще виды кураторства есть в приюте – об этом в нашем сюжете. С другого конца города с пересадкой два раза в неделю. Уже 10 лет Татьяна Владимировна связана с приютом «Ласка». Раньше работала в шишковке. Сейчас пенсионер помогает тем, кто мог бы всю жизнь просто лежать в клетке. В основном это сбитые собаки. Мэтт на коляске уже больше 9 лет. У таких собак шансы обрести семью почти нулевые. Больше их жильчея. Эти как-то могут и сами побегать туда-сюда. А этих надо как-то и сенце полиры почистить, сено положить. Ногти обстричь, у них же растут, они не бегают сами. Помощь «Ласке» оказывают не только кураторы-опекуны или попечители финансово, но и кураторы-проводники. По-другому – дрессировщики-любители. В середине октября здесь, в «Ласке», откроют уличные секции выгула и дрессировки, а также вот этот теплый зал для занятий за счет президентского гранта. Все это сделано для того, чтобы собаки социализировались, держали дисциплину, занимались с зоопсихологом. Кто-то занимается с кинологами, кого-то забирают в ездовой спорт. Сейчас около ста собак «Ласки» уже обрели своих кураторов. Примерно три сотни четвероногих еще ждут своих двуногих друзей. У нас когда обращаются они в центр, желающие заниматься волонтерами, мы говорим, вот есть какие-то направления, что вам ближе, что вам интереснее. И исходя из этих потребностей подбирается собака. То есть у нас администратор зооцентра смотрит, ага, вот эта собака способна этим заниматься, и вот она предлагает, вот выбирайте из этих собачек, если вот этим направлением занимаетесь. Студентка Ангелина и ее хвостатый ученик знакомы полгода. У безымянной дворняги появилось имя, навыки в дрессировке и хоть какая-то радость в жизни. Она попала по обычному отлову, получается, и все там с улицы, социалистическое, поэтому ее и зовут Сойка, потому что на «С». У меня в планах, в принципе, забрать какую-либо собаку из приюта, но, скорее всего, это будет Сойка, потому что я с ней уже очень давно занимаюсь. И даже если куратор когда-то исчезнет из жизни питомца, его уход будет не так страшен, как то, что человек вообще мог не случиться в жизни собаки. Ведь даже короткие встречи делают и собак, и нас добрее. Собаки не сидят целый день в клетке или в будке, что они бегают, двигаются, что им радость, мне от этого тоже радость. Ее жизнь с моим приходом очень сильно изменилась, она начала радоваться. У нее какой-то появился смысл того, чтобы вообще куда-то ходить, выходить, гулять. Так это самое главное, что кому-то нужно. Так живешь, как говорится, не богу свечка, не черт, а кочерга. Что хорошего в жизни. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. У Алтайского политехнического вуза установили символ университета. Двухметровую конструкцию с внутренней подсветкой разместили рядом с памятником Ивану Ползунову. Стеллу открыли к 80-летию университета. У каждого организации должен быть еще и свой логотип, узнаваемый знак. И вот именно задача была и поставлена разработать логотип, который отражал бы и ту цифровизацию, в которую мы вступили, и то движение вперед. Автор логотипа, выпускница вуза Екатерина Гагель-Ганс, проектировали конструкцию на кафедре машиностроения, собирали в Центре инновационного творчества Ползунов. Новый символ имеет и свой цвет, который, по словам ректора, символизирует гармонию, молодость и надежду на будущее. В Барнауле в 28-й раз состоялся всероссийский турнир памяти героя Советского Союза Константина Павлюкова по Панкратионам. Престижные соревнования ежегодно собирают сотни спортсменов, которые рвутся в бой, не жалея себя. Дмитрий Дроздов продолжит. Панкратион Панкратион довольно-таки жесткий вид спорта. Если углубиться в историю, родоначальники этого вида – Геракл и Тисей. Последний победил Минотавра с помощью этого боевого искусства. Первая школа свободного боя появилась в США в 60-х, в России в 91-м году. Кстати, в Барнауле. Алтай тогда встречал в первой стране международный турнир по Панкратиону. Поэтому и проведение здесь всероссийского турнира не удивило. Во-первых, можно сказать, что Панкратион родом из Барнаула. Это во-первых. Во-вторых, это просто традиционный турнир памяти человека, который совершил подвиг и является примером мужества и доблести. Турнир посвящен памяти героя Советского Союза Константина Павлюкова. Летчик выполнял задание в Афганистане. Его самолет сбили, а когда мужчина спускался на парашюте, душманы несколько раз его уранили. Приземлившись, Павлюков отбивался от врагов до последнего патрона. А затем и себя, и духов подорвал гранатой. Характер и смелость в бою сегодня показывали и спортсмены. 28-й турнир собрал почти 400 парней из 26 регионов страны. Самым младшим участникам 8 лет. Но пример мужества Павлюкова давал особую мотивацию и взрослым спортсменам. Несмотря на травмы, ссадины, гематомы, выходили и бились за золото. По итогу турнира алтайская команда взяла первое место в панкратионе классическом и традиционном. Два серебра у гостей из Новосибирска и по бронзе у спортсменов из Республики Алтай и Кемеровской области. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. День с толком.